Дневник в ночь на 11 октября, но с начала новости войны. Похоже, на фронте все-таки остановили мобилизованными, потому что по сообщениям всяких украинских новостных агентств, большая концентрация живой силы именно в районах украинского наступления, вот там, где они на Каховку наступают с одной стороны, и с другой стороны они наступают вглубь Луганской области в настоящий момент, и с Харьковской, да? Ну, карты я показывал. Там небольшие продвижения есть, но серьезных нет, и говорят, что да, то есть туда просто очень много нагнали солдат. То есть пока что вроде как мобилизованными они забивают эти самые узкие места, но насколько это, как долго это продлится, непонятно, потому что все равно на стороне Украины превосходство в технике, да и в живой силе, на самом деле. Ну, все знают, что были бомбардировки ракетами Украины, вроде как в качестве мести за Крымский мост, как Путин сам заявил. Не было света во Львове, говорят, длительно, ну и по прочей вот этой инфраструктуре энергетической и так далее. То есть конкретно это вот то, ну то есть свет, вода, это то, чем обычные люди пользуются, военного значения оно не имеет. Видимо, в целях устрашения таких населения. Но, как я уже тут постоянно, прям с февраля и говорю, устрашение относительно украинцев не работает. Они как бы считают, что если опасность выше, так значит с ней и бороться надо больше. Что, в общем-то, логично для человека, рационально мыслящего. А что касается кармы, то это все вернется к тем, кто это начал. Вот, к сожалению, нами руководят преступники, которые в карму просто не верят. То есть они не верят, что Бог там, или законы какие-то объективные, что они им вернут то зло, которое они сделали. Но, как правило, это происходит уже в этой жизни. Ну и в частности, как я уже говорил, эти все референдумы были глупостью, поскольку вот в последние самые дни, вот буквально 9-го там и 8-го, Украина начала уже атаки с воздуха по городам Белгородской области, чего раньше не делала. То есть если бы вот референдумов не было, как бы еще отличалась территория, оккупированная на Украине, да, и Россия. Теперь уже никакой разницы, потому что везде Россия. Поэтому это дает основания уже делать ракетные удары по Белгороду. Вот они начались. То есть города Шебекина и райцентра Граеворон уже были обстреляны, собственно, на территории Белгородской области. И, по всей видимости, это продолжится, потому что украинские военные, вот сколько я их слышал на Ютубе, они все говорят, что обязательно нужно Белгородскую, потому что там идут через... Это база снабжения, конечно, нужно. Типа, почему нам не дают. Ну вот, видимо, им так вот дадут, если все это будет продолжаться, вся эта дальнейшая эскалация конфликта. А по поводу применения ядерного оружия России, чем тоже градятся, пока, видимо, не собираются. Судя по тому, что мобилизовывают, оборонную промышленность на полную мощь не запустили. Если бы Путин собирался ядерным способом, то ему бы не нужно было бы миллион мобилизованных, конечно. Тем более, если он пытается эту территорию захватить, зачем ему там устраивать радиоактивную эту самую зону? Это вторая причина, по которой Путин, скорее всего, ядерную бомбу не применит. И третья причина, то, что Украина, это же мировой источник продовольствия, а радиоактивное заражение полей, это будет на многие, чуть ли не на сотни лет. То есть, если он применит ядерное оружие по Украине, он ее уничтожит, естественно, как вот эту страну, которая всех кормила, в том числе и, видимо, Россию в какой-то степени, да? Но это ему и не мир не простит, и ему это не надо. То есть уничтожение такой крупной продовольственной базы прямо вот возле его границ. Так что я думаю, что Путин будет продолжать пытаться Украину захватить без применения ядерного оружия. Ну вот, возможно, он сейчас будет пытаться ракетами раздолбить всю инфраструктуру транспортную, энергетическую, то есть железные дороги, электростанции и так далее. Вот это возможно. Поэтому системы ПВО там Америка поставила, я думаю, что сейчас будет дуэль вот этих самых путинских ракет с натовским ПВО. посмотрел немножко российскую пропаганду, посмотрел программу Вести за 8 сентября. Ну, новости там все старые, я просто сам стиль, я же на ютубах, да, я телевизоры российские не смотрю. Ну, примерно он, кстати, такой достаточно обычный, вот там все такие в военной форме и рапортуют о победах. То есть примерно так посмотрел, еще хавает обычный российский телезритель. У меня телевизора вообще нет, то есть если я что-то смотрю, то в интернете. Посмотрел также украинскую пропаганду на канале 95-го канала. Многосерийная такая эпопея Бункер. Ну, там первая серия, как началось все это, да. Потом вторая серия называется Киев за три дня, потому что они вроде как Киев за три дня собирались брать. Ну, тоже пропаганда, конечно, но смешнее. Все-таки украинская лучше. Потому что заметно, что они чувствуют интеллектуальное превосходство и просто уже смеются над этими дураками. А российская, она представляет украинцев как такого реального страшного врага, что, кстати, вряд ли получится, потому что у нас обычно на бытовом и на семейном уровне у всех там связи какие-то есть, и никто не поверит, что там какими-то фашистами все заселено в Украине. А вот что Россия дураками заселена, как украинская пропаганда рассказывает, это у нас все поверят, между прочим, потому что сами об этом все время говорят. Читал книгу «Основание восточной цивилизации» американскую, вот ее обложка. Опять великий курс, я дочитываю там весь этот комплекс учебников. Ну, она такая, в общем-то, звучайная, то есть там особенно ничего нового для меня не было, так как по Китаю я тут много уже всяких делал клипов, и язык знаю, работаю там, частично по Китаю тоже. Ну, там подчеркивают, естественно, что цивилизация китайская, она коллективистская, западноиндивидуальная, и этим резко отличалась еще в самых основах цивилизации. Ну, это ужасно, потому что вот эти коллективистские цивилизации, они не ценят жизнь отдельного человека. И Россия, вот, поскольку она китайская, Россия, естественно, она смешанная и китайская, и западная, что и приводит к постоянному вот этому бардаку, неопределенности всех позиций. Но, насколько она китайские ценности усвоила Россия, настолько она, в общем-то, и бесчеловечна. Ну, вот такая картинка там, то есть, вот он рассказывает, это там, это книга, но к ней еще есть видеокурс. Вот там показывают всякие эти китайские штуки, которые они делали, всякие достижения перечисляют и так далее. Из песен, ну, вот как раз курс латыни тут веду, могу порекомендовать из современных песен на латыни Liberaceo, это песня Криптерии, ну, и она вполне так созвучна тому, что мы сейчас переживаем, то есть, песня о борьбе за свободу, что мы надеемся на свободу, ждем освобождения. Ну, и кстати, по поводу современной латыни, вот можно еще посмотреть блок на легкой латыни, в описании, я прям, как этот называется, клип, вот этого девушка довольно много пытается возродить латынь, всякие современные фразы рассказывает, пытается там обучать диалогом, пытается блог вести именно на латыни, ну, на опрощенной имеется в виду, что там лексика простая и нет сложных синтаксических оборотов. Ну, она итальянка, у них произношение практически не поменялось, поэтому ей, конечно, легко говорить, и итальянский ближе всего, естественно, к латыни, из романских, то есть, она в этой латыни две трети понимает и так, подучи итальянкой, ну, конечно, нужно выучить окончание, которые у них отвалились, ну, и всякие другие особенности. Ну, вот это такая вот есть у нее сценка Капса, ящик Капса, да, и вот она в нее книги кладет разные античные, рассказывает о книгах там и так далее вообще о своей жизни, но у нее много таких на канале, вообще у нас на Ютубе много довольно популярных каналов, как раз желающих возродить латынь как активный язык, и мне кажется, что это полезнее, чем придумывать суржики всякие романские, где все равно будет примерно та же лексика, потому что все равно они будут из латыни, но значение гораздо меньше, потому что если уже осваивать язык с культурной традицией и, в общем-то, общеевропейский, да, ну, тогда и нужно настоящий язык освоить, то есть латынь, а не эсперанто, там, и не прочие такие эрзац-продукты. Ну, вот, пожалуй, и все у меня новости за сегодня.